Сегодня еще раз о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Все-таки ты сам бывал там, видел, что происходит, начальник объединенного штаба работал. Все-таки это специалисты. Например, когда предлагалось туда послать миссию ОДКБ, я подумал, а что у нас сильнее ЗАСЯ есть люди здесь, в Беларуси. Они что, разберутся лучше? Ну, это не только потому, что я похвалить тебя хочу. Вы втянуты в этот процесс, вы видите, что там происходит. Ну, так наблюдайте и докладывайте, зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других. Ну, что там телепатца возле России? Ну, закончилась война, ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России. Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, и Ираном, и между Арменией, и Азербайджаном, и так далее. Ну, что еще надо? Пускай в этом направлении работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Ну, зачем? Ну, понятно же, зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? Посредник. И еще ОДКБ туда надо втянуть, как будто больше нечем заниматься. Но я остро так реагирую на этот вопрос, потому что в свое время, когда, по-моему, мы председательствовали в очередной раз в ОДКБ, я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму, переговорил с ним, по-дружески поговорил. И я ему задал вопрос, так шутя, говорю, Ильхам Гейдаржи, ну, надо Армении помочь, если договоритесь. А речь шла о пяти с половиной или шести там этих районах, азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что это не наша земля. Это азербайджанская, кроме Карабаха. Ну, так верни ее. И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы, ну, грубо говоря, мотивации начинать эту войну. Ну, ты просил район, и отдали. Остался статус Карабаха. Ну, решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Сарксян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал. Я вот сказал, что я Ильхаму задал тогда вопрос. Слушай, ну, договоритесь. Надо как-то же помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились, замирились и так далее. Ну, богатый человек. Тогда действительно и нефть очень дорого стоила и прочее. Ну, сколько бы ты вот мог инвестировать в Армению? Ну, говорит, минимум миллиардов пять. И засмеялся. Но главное, строили трубопроводы. Они же пошли вокруг Армении. А Ильхам предлагал через Армению эти газопроводы, нефтепроводы. Говорит, зачем мне на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно. И в Турцию, и дальше. Выгодно? Выгодно было. Нет. Ну, и что? Поставили президента Азербайджана в угол. Ему не оставалось другого решения, как силового решения. Дальше тянуть нельзя было. Больше миллиона беженцев создавали напряжение. Вот в чем суть. И я уже как бывалый человек в политике, я это прошел. Ну, что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились, мириться. Надо замириться. И не надо придумывать там, ну, вот, бывал же ты там, где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Ну, слушай, какие горы? Ну, договоритесь, на Хечевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим Нагорным Карабахом решили, но пока Россия там обеспечивает этот процесс. Ну, зачем сейчас убивать друг друга? Почти 300 человек убили и еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен, 10 лишних лет тому назад. Поэтому я так и жестко реагирую на это. Но конфликт этот надо заканчивать. И не дай бог, мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Да, тоже хотел поговорить на эту тему. Да, надо это заканчивать. Но это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сети ОДКБ. Ну и мы ставили там несколько вопросов по работе ОДКБ, в том числе по следствиям массовой информации, по прогнозированию, по реагированию на кризисные ситуации. Много вопросов. И чтобы нас там не называли бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну если кто-то не хочет работать, ну Господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать. И забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр там и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана. Правильно. Если позволите, до назначения на эту дурность, я тогда, будучи гостем, отвечал за сотрудничество с Абержаном. Я там часто бывал, я заваривал с ними. Я видел, что страна активно готовится к силовому варианту. Я с ними говорил, надо все-таки вопрос с переговорами решать, все прочее. Ответ был простой. Станин Сталиславович, уже 30 лет пытаемся договориться. Сколько еще можно на переговоры ввести? Поэтому тут, да, ситуация зрела, конечно, к этому, о чем вы говорите. И получилось то, что получилось. К сожалению, вот так. Не смогли миром решить вот такое решение вопроса.